У них свои маршруты, особый груз и пассажиры. Речь идет о водителях, которые работают в автоколоннах на энергетических предприятиях Иркутской области. В столице Прибайкалья состоялись соревнования по профмастерству среди шоферов, легковушек, грузовиков и автобусов. Чем запомнились состязания и для чего они вообще проводятся, узнаете прямо сейчас. Как в школе учили, включаем первую передачу, снимаем с ручника, начинаем движение. С этих действий начинается каждый рабочий день Дмитрия Валова. Вот уже 25 лет мужчина работает водителем автоколонны в Братске, развозит людей по рабочим местам. А сегодня Дмитрий в Иркутске демонстрирует свое мастерство судьям на профсоревнованиях. Задача пройти трассу, которая приближена к реальным условиям быстро и без ошибок. Конечно, ответственность никто с тебя не снимает на любом виде транспорта. Но автобус предполагает перевозка людей, то есть пассажиров. И соответственно, не важно сколько ты везешь, 40, 80, одного человека. За безопасность этого человека и всех остальных ты отвечаешь, естественно, головой. Всего в соревнованиях участвуют сотрудники шести автоколонн. Из Иркутска, Братска, Черемхова, Устилимска, Уссурия-Сибирского и Зимы. Все водители – специалисты разных подразделений компании «Н-Плюс». Подобные состязания – прежде всего возможность профессионального роста для сотрудников. А это одно из важных для энергохолдинга направлений. Еще его основатель Олег Дерипаско подчеркивал, чтобы развивались предприятия, должны развиваться его работники. В этом конкурсе соревнуются водители легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Те люди, с которыми мы работаем, они ежедневно выполняют очень сложные задачи. Поэтому профессионализм крайне важен с точки зрения и сохранения ресурсов компании, и в то же время для выполнения сложных производственных задач. Поэтому на этих соревнованиях победа – это не самое главное. По-настоящему важно еще раз отработать все действия на полигоне, чтобы на реальной трассе чувствовать полную уверенность в себе и быть гарантом безопасности для своих коллег. Данил Седов, Андрей Назаров. Новости по будням.